Сегодня ты тут сидишь, потому что я хочу рассказать тебе, что такое backrooms. Если верить в то, что мы живем в симуляции, то backrooms или закулисье это место между симуляцией и реальностью. Люди по всему миру находят такие места, и сейчас мы попытаемся разобраться, правда ли существует закулисье на земле. И что это такое? Дет слов. Изначально о закулисье задумались после публикации вот этих вот устрашающих кадров, пустых коридоров, офисов, которые вызывают страх и тревогу. Говорят, там пахнет ветхим ковром, и все стены желтые, и слышно звук люминесцентных ламп. Ходят легенды, что эти помещения использовались для экспериментов над людьми. Что ты об этом думаешь? То есть подожди, простыми словами ты хочешь сказать, что наш мир это все симуляция, а backrooms это как раз таки выход из этой симуляции. Ну да, да, типа можно найти дырку из нашей вселенной и вылезти отсюда нафиг. Ты бы залез в дырку, если бы ее увидел? Не, я бы точно залез в дырку. Я бы тоже, я бы во все дырки залезу, которые увижу. Вот чтобы ты понимал вообще, о чем мы сегодня говорим, вот в этом видео утверждается, что человек нашел выход из нашей реальности. А кто утверждает? Он сам. Это да, это гугл карта. Подожди, то есть он искал просто на гугл картах места? И вот что он нашел. Туннель какой-то, видишь? Что-то это подозрительно похоже на кое-что. Да, на что? Ну на backrooms. Как будто, посмотри, этот туннель ведет к выходу, видишь? Там не видно ему конца. И вот говорят, что если дойти до конца этого туннеля, то можно выйти из нашего мира. И вернуться уже будет нельзя. Блин, странно, я такой картинки еще не видел. Это вообще похоже на какой-то атомный реактор. Да, 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 да. Но выглядит точно не как игра. Да, но я бы туда тоже прыгнул, в эту дырку. Похоже на мою бывшую. Вот смотри, после этого видео ты точно в это все поверишь. Смотри. Смотри. Чего? Просто камень вот там растворился. Да ладно, офигеть. Вот это. Ну, на монтаж не похоже. Это точно не монтаж. Если бы это был монтаж, чувак бы себе живот уменьшил, 100%. Да, да, я бы так сделал. Ну, заодно, типа. Я бы так сделал. То есть, получается, это туннель. Почему чувак в него не прыгнул, как думаешь? Зассал. Цикло. Лох. Найдите мне это место, Миша поедет и прыгнет туда. Да. Не засышь? Нет. Не верю. Сосу. Пока я сомневаюсь, что все это правда, но давай посмотрим третье видео, чтобы точно убедиться. Давай, давай. Чего? Куда он полез? Все, чувака не могут найти. Тануна. Не, реально, выглядит очень реалистично. Ну, очевидно, что чувак просто закидал себя шарик. Нет. Ты думаешь, он провалился куда-то? Ну, блин, возможно, там дырка просто в этом батуте. А, может. Посередине. Он просто пролез туда. Как по мне, понятно, что это никакой не Backrooms. Просто люди в комментариях почему-то сильно поверили. Ну, да. С точки зрения того, что если мы все в симуляции, это может быть правдой. Потому что, смотри, типа, придумали, что это вот все такое, все фейк, чтобы мы не знали правды, короче. А, ну да, типа нам специально показывают тупые видео про Backrooms. Да. Чтобы мы такие, да не существует этого Backrooms. Прикиньте, а мы вот все это время сидим просто подключены и с нас сосут эту энергию постоянно. И сосут, и сосут, и сосут. Вот сосуны, а. Нельзя сосать у нас. Мы уже все, нам надо выходить отсюда. Если серьезно, то вот как написано в интернете, эти туннели Backrooms могут появляться в результате каких-то несчастных случаев или катастроф. Один парень всю жизнь отдыхал в лесу на одной полянке. В смысле, всю жизнь? Он каждую неделю ездил с семьей и отдыхал на лесу в полянке. Думал, жизнь у него, отдых. Один раз в его городе произошло землетрясение, после которого он все равно поехал отдыхать на полянку. И там он обнаружил расщелину, которой до землетрясения не было. И то, что он обнаружил, я хочу тебе показать. А расщелина-то где была? Вот, смотри. Конечно. А чего тут звук-то такой появился? Я добавил. А. Вот, видишь, смотри, бесконечный туннель. Я помню этот видос. Он реально очень давно уже в интернете. Сейчас смотри, вот это получается дырка в земле, которая вот образовалась в результате землетрясения. Да, да, да. Вот он туда зашел, и там был бесконечный туннель. Он минут 10 по нему шел. Я вообще в шоке с того, что он мог пролезть в эту дырку, во-первых. Во-вторых, это вообще похоже на какой-то бункер. И люди в комментариях писали как раз таки, что сперва он нашел бункер вообще. И потом, когда он случайно вообще туда зашел, он думал, что там просто что-то типа старых боеприпасов или такое что-то. И он увидел это. И он спускался туда на протяжении всего этого времени и не нашел выхода. Как будто он очень долго шел, что ему уже и назад далеко, и вперед далеко. Да. Что за хрень? Я еще вспомнил. Я же недавно видел в ТикТоке видео, кстати, очень жуткое. Один парень там гулял по магазину и заметил, что полки с консервами всегда полные. Он снял про это видео и сказал, ребят, а кто вообще покупает консервы? Я не знаю ни одного человека в жизни, который хоть бы раз покупал консервы. Я покупаю каждый день. Ну, ты псих. Он, короче, гулял долго по этому консервному ряду, и он сказал, его окутали какие-то страшные эмоции. Ему этот ряд с консервами казался бесконечным, и он начал что-то странное чувствовать. В общем, он это снял в ТикТоке и поделился своими эмоциями в комментариях. И знаешь, что ему написали? Ему сказали, возьми на самой верхней полке консерву, и типа так можно открыть вход в зазеркалье. Так, видео же есть? Видео нет. А, ты просто так мне это сейчас все... Так ты придумал это на ходу. Нет, ну я найду видео, вот оно. Доволен? Я не видел пока. Ну, подписчики видели. Ну. В общем, после того, как ему посоветовали взять верхнюю консерву в комментариях, он сказал, окей, я возьму ее. И? И больше не загрузил ни одного видео. Прошел год. Ты вообще видел, сколько продуктов в магазине? Их же объективно никто не берет. Это все как симуляция. Ну, кстати, да. Как будто бы даже не приезжают, товар не привозят. Странно. Я ни разу не видел машину. Я, блин, в магазине только чипсы и колу беру. Вряд ли она заезжает с какого-то другого двора, да, там, где пандус, типа, нет. Вы попробуйте вот так брать бесконечно бутылки с колой. Они же там сзади всегда есть. Да. Надо устроиться в пятерочку, поработать мерчендайзером, чтобы все узнать. Точно. Давай ты устроишься. Давай на цуэфакты устроиться. Раз, два, три. Блин. Короче, напишите в комментах, замечали ли вы такие странности в продуктовых магазинах. А в чем прикол этот Backrooms? Это же вообще существует такая игра. То есть изначально это была просто картинка на реддите с офисом. Вот этим. Да, да, да. А потом какие-то энтузиасты создали игру. Да, это я тоже слышал. Играли в нее, кстати? Нет. А у тебя никто не спрашивал. И там, в общем, каждый уровень что-то значит. И люди в интернете утверждают, что как в игре, так и в жизни. То есть если ты и в жизни попадешь за кулисы, вот с чем ты столкнешься. Слушай. Уровень 0 будет подвал с коробками. На первом уровне туннель с дверьми. На втором уровне тот самый офис оранжевый. А на пятом уровне желтое помещение. На последнем уровне, какой-то он там миллиардный, дохулиарный. Там будет 50-ти километровый туннель, который приведет к тебя к выходу из фейковой реальности. Ну ты веришь вообще, что где-то у нас тут на земле сейчас 50-ти километровый туннель для выхода из реальности есть? Нет. У меня тоже нет. Бред собачий. Я верю. Тебя опять никто не спрашивал. Что вообще там происходит внизу? Помехи, бля. О, я знаю этих чуваков. Смотри, провалились. Вот, этот офис. Они очень быстро что-то провалились. Бэк Румс. Слушай, я уверен, что вот эти чуваки точно верят, что это правда. И смотри, у них тут, кстати, 10-минутное видео. И они, ля, ходят по коридорам разным. А, нет, это чушпаны какие-то. Я не про тех думал. Там есть чуваки, короче, которые прям вот воссоздали буквально эту игру в жизни. И они утверждают, что они на полном серьезе попали в Бэк Румс. И попадают туда каждую серию. Ну если ты попал в Бэк Румс, ты либо там умер, либо... Нет, типа они выбраться смотрят. А, конечно, конечно, верю. Так они показывают, что это фильм. Разве? А, это типа съемки фильма, еще что-то поделать. Да, 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 ты смотри. Классная сцена, обезьяна кого-то пугает. Ну да, типа мы фильм такой ужастик снимаем. Ля-ля-ля-ля. А, вот, провалился. Да, да, случайно, такой типа. Не выкупил ничего. И все, он будет бегать там, да? Ну вот он ходит по туннелям, попытается вылезти. Да, выглядит жутковато реально. Офигеть. Где они вообще такое нашли? А, может вообще ничего нет? Может это вообще 3D графика? Смотри, смотри. А, бесконечный коридор. Да. Типа вы представьте, насколько это жутко. Ты вот в коридоре, к которому нет ни конца, ни края. Ты просто идешь. В какой-то момент еще и тварь какая-то квадратная за тобой бежит. Жесть, это просто абасрандий. Это абасрандий лютый, да. Смотри. Car in the backrooms. Долго мы ждать будем? Уп, пропало. Ну, слушай, если бы они наложили еще больше эффектов глича, то это бы еще более беспалевно. Кстати, это вообще тупорылый монетаж. Я прямо сейчас могу сделать, что ты пропал. Где я, Артем? Ну, блин, я, походу, в бэкрумсе. Быстрее его разрез... Ну, елки-палки. Реально, он на бэкрумс попал. Ну, вернул хоть тебя, да. На 5 минут попал в бэкрумс. Да, да. Жесть. Короче, снимают какой-то репортаж. Ага. Вот, они хотят зайти в этот тоннель, в эту дырку. Дырка в дырку. И за ними следит какой-то чел. Вообще, лядь на него. Он тоже хочет зайти в дырку. Но пока не ясно в дырку. Но не ясно, какой сду. Они искали вот этого человека по туннелям, и он их поймал. Человек-крыс. А в смысле? Так, а что жуткого? Ну, последняя фотка ее. Ну, все, и больше не нашли ее. Просто нашли камеру. Говорят, что, чтобы попасть в бэкрумс, короче, нужно просто взять камеру в руки обязательно. Ну, потому что, типа, такое условие. И попытаться просто попрыгать по всей своей комнате. Если вы... И посувать руки куда-нибудь. Но прикол в том, что... Но не в маму. Если вы в какой-то... Но не в маму. Да, это важно. И вы, если вы случайно потом просто очнетесь на полу, и вам покажется, что вы упали, то вы были в бэкрумсе, просто ничего не помните, потому что память стирается о том месте. Да, прямо сейчас вставайте, особенно если вам старше 18 лет, ходите по комнате и суйте руки во всякие щельки. Чтобы найти выход из комнаты, выход из этой реальности. Остров Кука. Остров Кукиш. Смотри, ты сейчас уже генишь. Ты на гугл-картах? Ну, в воде что-то. Рыба, наверное? Нет. Бам! Да ну на! Реально бэкрумс под водой? Да, то есть это же кто-то пришел туда и сфоткал. Охренеть, там кровать еще, смотри, какая-то стоит. А, нет, стол. Для тех, кто до сих пор не понял, что такое бэкрумс, это вот эти помещения, которые, типа, не имеют отношения к нашей реальности. То есть это как бы помещение между нашим миром и настоящим. А наш мир типа фейк. Бэкрумс это, короче, коридор. Сто процентное доказательство существования бэкрумсов. Смотрим. Смотрим, смотрим. Сто процентное доказательство. Опять вода. Опять водичка. Так, а... Да быстрее. А, за кулисье, вот. Тупо за кулисье, точка. Офигеть. Гугл, вы, блин, они-то все знают на самом деле. Тут даже есть координаты. Короче, подписчики, если у какого-то... А они бы не стали врать. Да, если у кого-то есть бабки, блин, гоните реально туда, киньте нам фотку. В общем, что, Миша, я думаю? Не существует никаких дырок в нашем мире, в которые мы можем выйти. Не, я видел много. Или ты про какие? Ну, я про те, чтобы выйти из нашей реальности. Ну, тут да, поспорил бы, конечно. Сомнительно. Сомнительная история. Не знаю, ребят, тут вам только проверять. Ходить по комнате, ссывать руки в щели. Напишите в комментариях. Мы пока что не уверены. А, мы, кстати, еще ж не поздоровались. Я Ранф, это Болдарев. Привет, я Михаил. Секрет под шапкой. Лысая башка, там никакого секрета. Что тут сказать, бакрумса не существует. Да, конечно, не существует. Что вообще припёрся сюда? Ой, ёлки-палки, реально пропал. Братишка, пропал! Давайте выйдем на поклон. Давайте. Ну, Диану, опять заблюрь. Конечно. Заблюрьте меня. Спасибо.